Чего ты ставишь в плечи? Просто пропала глубина, просто я стал мягеньким, это дерьмо. Что я сделал? Я взял. И я прям, короче, 3 грамма спахаю в сухомятку, не запиваю водой. Через 20,5 часа у меня бух-бух, опять все, глубина пошла. Опять жестко свернулась по всему корпусу. Сколько зарабатываешь, какая тачка, интересно узнать. В 2018 год, 197 миллионов рублей. Здесь наши должники. Это вот, кстати, суд с Роспотребнадзором. Мы выиграли, они оказались не достаточно грамотными в своей ситуации. В 2014 год, 143 миллиона, наоборот, заявленный. В 2015 год, 413 миллиона, 16 год, 160 миллионов. Помоги разобраться, фейковый фармаком и фарматропин. Как не нарваться, что вообще думаешь о бренде? В отношении к ставкам на спорт. Если вы считаете, что вы сильно умный и на этом заработаете, то вы конченый джуф. Вы на этом не заработаете ни черта, ни чета, а вы не знаете. И ваши все аналитики, это все ерунда. Считаешь, можно заниматься профессиональным бодибилдингом без ущерба для здоровья или это сказки? Это сказки. Что ты ставишь в плечи? Ребята, вы определитесь, у вас плечи, руки, то трапеция, то ноги на каких-то фотографиях. В зависимости от моего ракурса, видимо, вы выбираете, куда что ставлю. Сейчас я местно ничего не ставлю. Я с 2015 года местно вообще ничего никуда не ставлю. Ставил все одно и то же. Везде вот в 2015 году паленые витамины. Ставил я их долгое. Порядка двух месяцев ставил некачественную фармакологию. Ну, поначалу еще не чувствуется. Накопительный эффект, так понимаю. Уже набилось все этого дерьма. Но явно рассасывается. Прям явно, явно. Это мне хорошо видно. Про ГР интересно. Про ГР отдельный выпуск я помню. Я обещал рассказать, как я применяю. Ты на сушке еду вообще без соли? Так, ты на сушке еду вообще без соли еще? Или за сколько дней перед выступлениями исключаешь ее? Я понял смысл. Нет, я ем соль на сушке, еду, я от соли не убегаю. У меня еда довольно-таки постная сама по себе. Поэтому я прям солю. Я никогда не солю в процессе готовки. Солю готовые блюда. Легко морской солью. Либо гималайской розовой. В связи с загрязнениями мирового океана. Вот. Ну, это отдельная тема. Про экологию не буду. Сейчас, ну, кстати, вчера оплатили все нормы. Сдали журналы по экологии. Это тоже производственный момент. Дальше. Исключали ли я соль перед выступлениями? Нет, не исключаю. Непосредственно, вечером перед выступлением я увеличиваю и ем жирный, калорийный, углеводистый прием пищи соленый. На Шон Родене из-за того, что я впервые выступал дважды утро, то есть полуфиналы и вечерфиналы, я очень устал в первой части на полуфиналах. И из-за усталости у меня прям реально пропал тонус. У меня были довольно... Для меня, для моей генетики у меня были хорошо разделены ноги, они были глубокими. Ну, реально, для меня это глубокие ноги, ребят. Это такая генетика. Так вот, они просто у меня после выступления на Шон Родене, после полуфиналов, когда они закончились, ноги просто пропала глубина, просто я стал мягкий, как дерьмо. Что я сделал? Я взял... Таса, дружище, по твоей рекомендации, потому что стрёмно напортачить. Мне Таса написал, я понимал, что надо добавить соли. Но, знаете, ты знаешь, ты понимаешь, что нужно это сделать. А стрёмно самому. Таса, молин, говорю, у меня... Что я говно. Я говно, что делать? Бахни соль, я говорю. Я тоже собирался это сделать. У меня уже она была приписена. У меня была маленькая баночка. Я вообще покажу, не покажу, где она валяется. Ну, короче, грубо говоря, в такую баночку, это Аскарутин. Я его ребенку даю, мне это конфетка, когда она хочет. Вот, в такой баночке была насыпана соль, и я прям, короче, 3 грамма соли бахаю в сухомятку, не запивая водой. Гадость, просто пипец. Я это все проглатываю. Три часа лежу, жду полуфиналов. Через два с половиной часа у меня бух-бух, опять все, глубина пошла. Опять жестко свернулась по всему корпусу. Соль, Руслан, привет. Отличие, воздействие аргинина, АКГ, цитрулина, пампит все, только дозировки разные. Как правильно подобрать? Спасибо, удачи во всем. Дмитрий, благодарю. И вам удачи. Пампит, да, все. Итак, цитрулин превращается в аргинин в организме. Плюсом, он способен, он так же, как и соль и аргинин. То есть, АКГ тоже, продукты распада, помогает выводить. Но цитрулин сам по себе эффективнее в этом плане выведения. Плюсом, чистая минкслота, даже соль и минкслоты аргинина может под воздействием, забыл, как это херен называет, субными словами, в общем, короче, в нашем организме, вы знаете, минкслоты могут использоваться на строительстве других вещей. В общем, может аргинин пойти, в случае вашей неправильной диеты, нехватки белка в организме, не на памп, а на что-нибудь другое. Это вот те, кто не чувствует памп от аргинина, он у вас просто пошел по другому пути использования в организме. А вот выпив цитрулин, не может пойти по другому пути. Он обязательно запампит, он обязательно, обязательно проводится в аргинин, в той форме, в которой он будет у вас синтезирован в организме, из цитрулина, и он будет пампить. Что бы я рекомендовал, это их совмещение. Думаю, совмещение двух добавок наиболее эффективно. Причем там в таких диапазонах, так скажу, 3 грамма аргинина, 3 грамма цитрулина, просто отлично. Ребят, простите, что долго, ну, надеюсь, вам интересно. Раз вы смотрите, ставите лайки, я вас благодарю за это. Я допью протеин, у меня есть такая штучка, и это не смазка, это штука, которая дезинфицирующая. Все протеин не буду допивать, пока я сейчас закрою бардачок, ну, это подстаканник, достану контейнер с макарохами и буду есть макароны с яйцами по дороге. Полетел в офис, надо ехать, потому что очень много дел. Я не прощаюсь, сейчас я досниму уже вопросы с ютуба, сяду за новость. Ладно, у меня тут еще такая обстановочка. переезда, кстати, мой спортпит, мой спортпит, диплом за второе место. Вымпел, вымпел ОМОНовский. Что тут у нас еще есть? Что у нас еще есть, ребят? Так, Халецкий Руслан Николаевич, руководитель года 2017 год. Федеральный сертификат. Коробка пряников. Ладно, хлам всякий, короче. Я даже обратите внимание, не пошел себе кофе наливать, хотя хотел кусок пиццы съесть и кофе выпить. Но вы гораздо дороже и ценнее. Сколько зарабатываешь, какая тачка, интересно узнать. Смотрю твой инстаграм уже давно. Полгода в нем нет рейнджровера. Нередко появлялся. Не любишь хвастаться. Скромно, это хорошо. А какие, на что купили землю? Что купили землю? Землю купили на деньги. Ну, давайте так, сколько зарабатываешь, вопрос, наверное, не очень корректный и тактичный. Но я вам, знаете, что, ну там, по генетику расскажу все по генетику, еще даже, может, покажу. Есть такой сайт, называется он РУСПрофайл. Там есть налоговая отчетность компаний. Она там размещается в обязательном порядке. Все компании ждут налоговую отчетность. И могут ее раскрыть, либо рано, в открытый доступ вывести, либо она автоматически, рано или поздно, появляется в сети. Находим, вот, генеральный директор, халечки Руслан Николаевич. Основной вид деятельности – производство пищевой продукции для питания спортсменов. Мотаем дальше. Вот мы видим отчетность налоговую, да, которая была сдана. И вот можно посмотреть, как росла общая компания. Вот, ну, понятно, да, 2014 год, 16-й год пошел, да. Оборот заявленный – 99 миллионов рублей. 17-й год – 181 миллион рублей. Такой все рост небольшой, да, 2018 год – 197 миллионов рублей. Это 20-й, 19-й год еще в интернете вы не увидите. Ну, поэтому там побольше, да, еще. И судебные дела, вот, можно посмотреть, прям, да, бах, которые ведутся. Чтобы вы понимали, против нас их нет. Здесь наши должники. Это, вот, кстати, суд с Роспотребнадзором. Мы выиграли. Мы молодцы. То есть они не правы, мы правы. Они оказались недостаточно грамотными в своей ситуации. Дальше, вот, смотрите, это на 2 миллиона 800 тысяч бигбокс нам должен денег не платят. Мы тоже суд этот выиграли. Нету еще одного, почему-то, судебного дела. Должно еще быть дело. Не хочу неверно назвать компанию, это будет не тактично, ошибаюсь. В общем, была такая сеть магазинов «Витавин», крупная, может, вы их помните. И бренд, если такое спортивное питание, «Витавин», и была сеть магазинов. Вот, сеть магазинов. Нам тоже должен денег, по-моему, 2 миллиона. У меня на языке, правда, крутится название, но не буду. Не хочу неверно назвать. Вот, «Чарус профайл». Вы можете взялись, что вообще любую компанию ООО ввести. Не знаю, есть такой пьюрпорт или как он. ВКБ спорт, мне так называлось. Вот, ради интереса ВК. Можно спрашивать, кто-нибудь, да. 2014 год. 2014 год. Геннадий хочет работать в 2013. 2014 год. 143 миллиона, наоборот, заявленный. 2015 год. 413 миллиона. 2016 год. 160 миллионов. 2017 год. 67 миллионов. 2018 год. 53 миллиона. Неуплаченные налоги и сборы. Миллионов 12. Изыскание на полтора миллиона рублей. Ну, это мы в сети в интернете уже слышали, да, там, долги и так далее. Ну, то, что интересно, 2015 год, 413 миллионов рублей. То есть, в 2015 году пьюр торговался больше, чем генетик в 2015. Я вот думаю, что вот, наверное, я думаю, что мы в 2019 год закрыли с примерно такими показателями. Вот, собственно, как куплена земля, как купаются машины. Ребята, нужно работать долго, честно. Видите, вот люди упали по известным причинам. Мы выросли. Просто кому-то интересно, то есть, сколько вообще там компаний оборот, да, не касаясь там каких-то других дел и так далее. Ну, вот цифры хотя бы, которые вы можете апеллировать, сравнивая вообще какое-то там экономическое состояние компании. Нету рейнджика, но потому что рейнджика я уже сдал в трейд-ин и взял ку-восьмую новую. Просто кончилась гарантия, был момент менять. Брат, я не взял новый рейнджовер по одной причине, что он точно такой же был, как мой. То есть, ничего не изменилось, только немножко мультимедиа. Поэтому взял ку-восьмую. Почему не снимал ее в инстаграм много и так далее? Знаете, люди, они злые и они завистливые многие. И они не такие приятные, как вы. Поэтому как-то я ходил стороной. Помоги разобраться. Фейковый фармаком и фарматерапин. Как не нарваться? Что вообще думаешь о бренде? Не нарваться, как покупать на официальном сайте? Покупать у членов команды, наверное, живое стали. И то, и другое. Думаю о бренде. Использовал дважды. Сам натыкался на фейк. Там все было плохо. Потом оригинал был у меня. Всем доволен. По фарматерапину, вы сами понимаете, с кем мы сотрудничаем. По Самотекс, да? Люди, которые там вот в Москве делают анализ разных продуктов. Фарматерапину они проверяли и сказали, что там все как бы. Это все хорошо. Там то, что делает Фрэнк в плане поддержки бодибилдинга, своих атлетов, турниров и так далее. Ну вообще молодец. Есть возможность, есть деньги, есть желание, есть любовь к бодибилдингу. То есть как бы это вообще круто. Твое отношение к ставкам на спорт. У нас ребята занимаются, у них там какие-то тотализаторы. Они прям прикольно, в кайф. Главное, чтобы вы деньги не просирали на этом. Бюджеты семьи, чтобы ваши дети из-за этого не недоедали. Чтобы ваши близкие не страдали. Вы можете себе выделить там 3000 рублей на ставку по приколу. И там по 100, по 500 рублей ставить, там по 1000 три раза в месяц. Чтобы это не страдал в ваш бюджет. Если вы считаете, что вы сильно умные и на этом заработаете, то вы конченые дебилдинги. Вы на этом не заработаете ни черта, ни чета, вы не знаете. И ваши все аналитики, это все ерунда. И все эти сливы информации, типа анализы, нищие. Считаешь, можно ли заниматься профессиональным бодибилдингом, без ущерба для здоровья или это сказки? Это сказки. Ребята, все. Камера слилится, поэтому я быстро попрощаюсь. Я вас всех обнял. Поставьте лайки. Репосты. Буду признателен. Это важно, ценно. Жду ваши свежие, новые вопросы. Я побежал в отдел разработок, потому что надо кое-что новое разработать, соответственно. Еще я хочу кофе. Не надо. Я устал. Пока. Ой.